искусственный интеллект он будет проявляться и привноситься во многих технологиях биометрические технологии также будут набирать обороты использоваться все больше и больше и то что мы видим сегодня мы видим что в этот самый момент 17 миллиардов 17 миллиардов девайсов используется и скоро будет 500 миллиардов девайсов которые находятся используются для связи и меняется все каждый смартфон каждый человек каждый стул будет к чему-то подсоединен результатом такого изменения результат он может быть и очень положительным а может быть и угрозой для мира с одной стороны да здесь очень важно учитывать что кибербезопасность особенно сейчас становится очень важно потому что конечно новые возможности новые технологии но и при этом эти новые технологии несут в себе потенциальные угрозы которые требуют кибербезопасности роль правительства в оцифровывании и в направлении страны в цифровую эру исключительно важно конечно не надо перегибать палку как вы правильно говорили когда мы говорим о регулировании но есть вещи которые правительство обязаны делать для того чтобы страна могла успешно продвигаться вперед в эпоху транспарнации и например первое это хорошо продуманная повестка дня для превращения экономики в цифровую следует также принимать во внимание что пожалуй соединенные штаты это единственная цифровом отношении развитая страна в мире где тем не менее отсутствует своего рода регуляторные рамки или законодательное если угодно регулирование этой цифровой еще сегодня политики и в известном смысле можно сказать мы от этого страдая я занимаюсь фискальной программы которая в общем-то создавалась для того чтобы помочь стране развиваться в сторону цифровых технологий ну мы знаем что часто подобными вещами занимаются эксперты значит ученые которые занимаются где-то в институтах закрытых комнатах технологиями которые потом никуда не доходит остаются на бумаге циска и моя команда фактически создали процесс или алгоритм на совокупность алгоритм для быстрого развития частности мы не создаем цифровую повестку мы не маккензи мы фактически занимаемся операционными разработками в результате мы избрали 16 стран с которыми мы сотрудничаем и мы не сотрудничаем напрямую с значит с частными компаниями мы в первую очередь сотрудничаем с государственными ведомствами в индии в японии в частности сотрудничество наше с офисами премьер-министра и в индии и в японии виду однако же изменений естественно и благодаря этому мы сотрудничаем с министерствами с различными ведомствами но начинаться все должно с непосредственного аппарата правительства и следует понимать что мы работаем со странными маленькими как например например португалия или казахстан по населению и с такими огромными как например индия и китай то есть поэтому наши технологии они в общем-то проницают понятие размеров требуют они в первую очередь творчество и воображение на мой взгляд нельзя переоценить роль правительства государства в развитии фундаментальной науки и сферы образования потому что мы знаем закон мора ускорение процессов каждые полтора года и и можно полагать что тот или иной шаг в та или иная инновация будет действительно новаторской в течение достаточно краткого времени исследовательские разработки исследования вообще и образования обладают критической ключевой важностью для цифровой эпохи и требуют инвестиций серьезных инвестиций бизнес и инноваций также требуют инвестиций но здесь пожалуй роль государства чуть меньше и в первую очередь ограничивается созданием среды в которой могут процветать подобные компании и наконец именно государство совместно с частным сектором с компаниями создает так называемую пресловутую цифровую а повестку охватывающую самые разные сферы от здравоохранения до фундаментальной науки ну и наконец инфраструктура очевидно мы говорим об интернете вещей мы говорим о о беспроводных технологиях вай фай это кибербезопасность и каждая из этих областей так или иначе соотносится с деятельностью правительства рост ввп создание рабочих мест для последующих поколений инвестирование в устойчивую систему развития я ничего важнее не могу предложить или упомянуть как создание должной среды по всему миру по 30 стран в год я посещаю в каждой меня спрашивают как нам создать кремниевую долину видите ли в чем дело но это же не чудо это органический и органичный процесс это учреждение некой некой среды и это создание условий для того чтобы ученые ученые могли пользоваться плодами своего труда и работать в максимально благоприятных условиях недавнее исследование проведенное было показалось что 40 процентов бизнесов которые типов бизнеса которые существуют сегодня не будут существовать через несколько десятилетий и это справедливо в отношении сша в отношении россии в отношении других стран потому что мы фактически мы фактически либо несем с собой новую идею которая ведет к слому некой старой модели либо нас сминает эта новая модель это новая идея поэтому когда мы говорим об инновациях мы должны понимать что рабочие места следующего поколения пожалуй не будут созданы сегодняшними крупными транснациональными компаниями они будут созданы новыми развивающимися мобильными динамичными компаниями которые с течением лет войдут выйдут на экономическую сцену и возможности к адаптивности залог успеха